Сегодня на территории Украины не пропустили еще четверых российских журналистов. Такие сообщения стали повседневными. Информация о препятствиях в работе прессы приходит с Украины регулярно. Подобная практика не встречает резкого осуждения в Европе. Более того, Евросоюз сам нарушает неотъемлемое право людей получать и распространять информацию. Сегодня в СМИ появились сообщения о возможном введении санкций против российских журналистов. В этом списке наши коллеги. Подробности в репортаже Дмитрия Сошина. Джонатан Стилл еще в советские времена работал в Москве корреспондентом газеты «Гарди». Он не понаслышке знает, каково было журналистом в мире, разделенным железным занавесом. До сегодняшнего дня Джонатан был уверен, что к прошлому возврата нет. Он убежден, что бы ни говорили корреспонденты и какое мнение они не высказывали, власти не вправе ограничивать их работу. Вспомните, когда НАТО бомбило бывшее Югославию, а президентом Сервии был Милошевич. Так вот, он не запрещал ни ВиБиСи, ни другим американским или британским газетам и телекомпаниям работать в Белграде. При том, что НАТО объявило Сербии войну. Но ведь мы же не объявляли войну России. Что происходит? В данный момент ясно лишь то, что Евросоюз намерен бросить вызов ведущим российским телеканалам. Среди тех, кто может попасть под санкции, наш телеканал, телеканал «Россия-1» и НТВ. Каким образом будут действовать эти санкции, если их, конечно, введут, тоже неясно. В списках могут оказаться как организации в целом, так и отдельные журналисты, в том числе и мои коллеги. Ведущая «Воскресного времени» Ирада Зейналова и автор программы «Однако» Михаил Леонтьев. Журналисты, чьи программы смотрят миллионы телезрителей и не только в России. Я позвонила своему сыну и сказала, дорогой мой, такая ситуация, что вот я вот таким образом прославилась в Евросоюзе. Он сидел как раз со своими одноклассниками. И я вот сказала, мама, круто! Алло, ребята, моя мама самая крутая! Слава богу! У меня есть ребенок, который очень любит эту страну, несмотря на то, что вся его жизнь практически прошла за рубежом. Когда он вернулся сюда, как вам сказать, и я говорю это искренне, он мне сказал, спасибо, что мы сюда вернулись, потому что ему по-настоящему нравится здесь жить. И, соответственно, то, что я делаю, я делаю для него. То, что моя фамилия оказалась в этом списке, знаете, я не в плохой компании. Так что я не собираюсь менять свои взгляды ради того, чтобы угодить кому-то, кто пустит или не пустит, или подумает, где я должна проводить свой отпуск. Это глупо. Периодически, значит, какие-то такие маргинальные, значит, страны меня пытались ввести в какой-то... Я был невъездным на Украине, да? Вот. А, значит, Латвия там рассматривала вопрос, но догадалась, значит, это не делать. Но ожидать, собственно, такого от Америки Евросоюза, это как-то странно все-таки. Это же не Латвия. Я был невыездным все советское время и думал, что никогда не стану выездным. Поэтому, собственно... Самое главное, я надеюсь, что Россия не испугается санкций против меня и не вернет из-за этого Крым. Возможно, у моих коллег могут начаться проблемы с получением виз. Это значит, журналист не сможет выезжать в командировку и полноценно выполнять свою работу. Но подобные трудности они, как правило, лишь подстегивают хорошего репортера и ведущего. Санкции никогда не могут быть эффективными. Они могут причинить неудобства, вред. Но в целом они вынуждают людей, которые попали под эти санкции, быть более изобретательными, чтобы санкции обойти. Брюссель может также запретить чиновникам общаться с российскими журналистами и отказать им в аккредитации на важных событиях. Такое уже, кстати, было в Америке. Не так давно Вашингтонского Сапкора Первого канала не допустили к освещению встречи украинского премьера Арсения Яцунюка с Бараком Обамой. Пойдут ли европейцы на очевидное нарушение закона о свободе слова? Это неудивительно. Санкции позволяют создать благоприятный имидж, когда о свободе слова и свободе мнений говорят внутри Евросоюза. Это означает, что такие права есть у любого человека, который разделяет основное мнение. Но этих прав нет у тех, кто мыслит альтернативно. Что же касается санкций против моих коллег, российских журналистов, это показывает слабость всей структуры Евросоюза. Его функционеры боятся распространения альтернативных мыслей и пытаются лишить жителей Евросоюза неугодных источников информации. Санкции теоретически могут затруднить и работу карпунктов российских телеканалов и радиостанций в странах Евросоюза и Америки. Обычная практика почти забытой холодной войны. Если из-за санкций все же будут закрывать зарубежные карпункты, то это, конечно, скажется на качестве информации и на том, что вы видите в экране. Тогда сложно будет делать репортаж с места событий. Останется всего лишь место. Но при этом, конечно, мы будем продолжать рассказывать о том, что происходит в мире. Наши коллеги, европейские журналисты, обратили внимание не только на санкционную цензуру. Удивили их и участившиеся случаи задержания российских журналистов на украинской границе. Если новые киевские власти говорят, что они за информационную прозрачность, то для чего тогда захлопывать двери перед камерами наших съемочных групп? Российские журналисты должны иметь право работать в соседней стране. В стране, где развивается тяжелейший политический кризис. Кризис, который влияет не только на Украину, но и на Россию. Журналистские организации Британии будут подробно изучать все документы, касающиеся возможного введения санкций против российской прессы. Но многие считают, что Соединенное Королевство вряд ли поддержит эти меры. Не стоит забывать, что в России работают наши иностранные коллеги. И чрезмерное желание Брюсселя причесать информационное поле может бумерангом ударить и по их работе. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Дмитрий Малышев, Анатолий Лазарев и Ксения Гомонова. Первый канал. Лондон.